Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы проводим серию бесед, которая называется у нас «Во свете Библии». Я показываю Библию, чтобы люди привыкли к этой книге, не боялись ее. Это божественная книга, откровение Бога, данное человеком. Отдельная тема была уже по Библии, но сегодня я еще немного коснусь. У нее второе название – Священное Писание. И третье название – Слово Божие. Когда просто так беседуют, авторитета никакого нет. У меня, видите, сколько выписок много, поэтому я считаю, я могу все это на память сказать, но были бы какие-то упущения. Вторая тема, Фея 3.16. Все Писание Бога духовенна и полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Первое коленинство, 12.29.30. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Вот Библия нам задает этот вопрос. Значит, я берусь здесь главного учителя. Все ли учителя? Сегодня все. Это неверно. Учителя, церкви, они даны Богом. Величайший из величайших, это Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст. Вот мне Господь позволил издать Новый Завет, толкование. Толкование Блаженного Фефилакта. Трехтомник по 752 странице. Здесь же 240, вот они с черточками видно, иллюстрации. Гюставо Доре. Лучший иллюстратор Библии. Это мы его раскрасили сами. Вот оно как выглядит, посмотрите. Какие закладки. Даже закладки вот как сделаны. Первый том, желтый, это белый, силий и красный, как наш флаг российский. Попутно хотелось бы и про флаг-то еще немножко сказать. Посмотрите здесь как сделано. У меня здесь был децент Романак, жил. Это он все помог оформить внешне. Бывший нафанаил Судников. Дай Бог ему всего хорошего. Потом он отрекся от многого ушел. Ну, это не имеет никакого значения. Главное, что он в наших молитвах. Послание к Колосиным 4.16. Я говорю о том, что многое в Библии, книг потеряно, о которых упоминается около 20 книг. И поэтому еще 11 книг, как протестанты эти, сектанты отбрасывают, нам совсем не годится. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладийкийской церкви. А то, которое из Ладийки, прочитайте и вы. А его никто не знает, оно было утеряно. Церковь очень осторожно принимала в канон новозаветных книг писания святых апостолов. Ввиду того, что уже во времена их стали появляться подложные писания под именами апостолов. 2 Фессалоникийцам 2.1.2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. То есть подделывали, подписывали, свои печати ставили, а будто это Павел сказал. При принятии книг в канон новозаветах тогда было уже около 50 еретических книг, которые очень много, многие люди принимали за настоящее. А от них только Евангелие насчитывалось около 20. Каким же образом и кто узнал, что только 4 из них настоящие? Вопрос очень простой. Но и на него сектанты категорически отказываются отвечать. «Еретики, как правило, духовно развращены лукавством, хитростью, лестью и ложью. Чтобы кто не подумал, что это голословные слова, от нерасположенности к ним, попробуйте добиться ответа от них на этот вопрос». Откуда у нас такой канон? Я сейчас буду говорить об этом. Я 50 лет проповедник-миссионер, и еще, кажется, передо мной прошли тысячи сектантов. В общем, стандартно все, как вот и свидетели Иегова, так называемых. Они ничего не хотят брать, считать ни одной строчки. Вот сейчас только я был у себя на Mail.ru, и один там подошел. «Вы хотите изучать Библию? А какой ваш путь? Я ему дал, тут так много не прочитать. Я вышлинул, вот, а тут тоже не прочитать. Я говорю, указание на книгу, одну страницу перелесни, одну, и там моя биография. И ты ее просишь, но зачем я буду пересказать? Вот она здесь. Он не перелеснет, а не так научно». То есть, сатана заблокировал. Говоря о свидетелях Иегова и тех сектантов, которые вот так поступают, ничего не хотят знать. Создается впечатление, что они перешли грань. Уже похулили Духа Святого. Дух Святой намертво отрицается. Я показываю места Писания, он их отвергает, сходу. А что ты мне цитируешь из какой-то книги? Читаем далее. Матфея 21, 23. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой, если скажем с небес, то он скажет нам. Почему же вы не поверили ему? А если скажем о человеках, боимся народа. Ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисуса, «Не знаем, сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаете. Стиктанты все поступают так. Любой вопрос, он их припирает буквально. Ваше происхождение. Как вы возникли? Почему вы называетесь церковью воровски? Вы никакая не церковь. Церковь Христом основана. Матфея 16, 18 говорит, врата не одолеют ее, а вы говорите, она изменилась, надо другую. Какую другую? Где? От кого? Вы чистая, хорошая, все, но вы не церковь. Вы в тысячу раз чище, чем вчера были, но вы не церковь. Церковь та, та только, которая основана Иисусом Христом. А как узнать? По рукоположению другого нет ничего. Херотония называется. Епископ рукоположили, Тита, Тимофея, следующие других епископов. Епископы, чтобы до наших дней были. В православии, у католиков, у григория на армян, у коптов, у сирийцев, у них от апостольских временов больше нигде нету. За пределами этих церквей, церковь, она одна, но на 5, как говорится, часей сегодня видится, все остальное есть секта освещения, не имеющая общения с церковью. А что нужно? Принять? Упросить? Чтобы рукоположили из ваших же там пресвятеров, самых избранных, епископов вам рукоположить. И вы будете в церковь в тот же день, сразу. Но, конечно, кое от чего придется отказаться. От хуления на святые иконы придется отказаться. Чтобы нигде, да, к матинку церкви не трогали. Только под этим условием дать им священство. До нас дошло предание, что даже верующие не все склонны были к тому, что только 4 евангелия, Матфея, Марка, Луки, Анна, а Духа Святого. Иные склонны были допускать, первые христиане, что евангелия от Фомы, от Никодима, евангелия от Варфоломея, евангелия евреев, евангелия Басилиска и другие. Если не полностью, то частично все же Бога Духновенная. Все эти евангелия были положены на престол, в церкви. А престола у сектантов нет, они ничего не могут узнать. Это, конечно, имеет историческую церковь. Чтобы Бог сам показал, какие книги от него, и храм был заперт и опечатан. Все евангелия положили, все. И Фомы, и Иуды, и все. К такому методу прибегали Моисея и Аарон, когда жезл рассветший какой? Бог показал, какой рассветший-то. И в Новом Завете при мощах Ефимии Всехвальной утром обнаружили, что только 4 известные ныне, как канонические, лежали на престоле, а остальные были сброшены на пол. Ну, так было это, когда ковчег занесли к Богу догону. Это тоже было указание Божие. Уже никак не упрекнешь в излишней привязанности к православию Владимира Филимоновича Марсенковского, профессора. И он говорит об этом самым. Но он говорит, допустим, не так. Допустим, не было этого. Ну, опровергайте. Нам доказать-то тоже нечем. Документы от планеты, сохранилось предание там. Но наше сознание оставило на престоле этого сознания именно эти 4 Евангелия. Он показывает достоверное Евангелие. Нужно всем сектантам сегодня осознаться, что эти 4 Евангелия, которые здесь есть, они получили от церкви, не от секты, от православных. Вы просто однажды задумайтесь и издайте хотя бы слабый шепот благодарности православной церкви. Православных. Тогда была она кафолическая, католическая, то есть одна вселенская, нераздельная была церковь. Дальше. Кто переводил? Ничего не знает. Тоже, но тут уже православные. Чисто русские люди. Ну, православные. Там и евреи были обращены к Богу. Вот на этом самом соборе утвердили канон ветхозаветных книг, среди которых были и неканонические. Это Ладикийский собор, 1-я, 59-я. Там написано так. Не подобает в церкви глаголы, псалмы, не священные или книги, не определенные правилам, но только в правилах означенные книги Ветхого и Нового Завета. Дальше. Апостольское правило. 1-й, 2-й век. 85-е. Идет перечень книг Библии. Карфагенский собор. 318-й год. 33-е правило. Ибо мы приняли от отцов, что сии книги читать и подобает в церкви. И перечисляется, ссылается на предыдущих отцов. Сектанты никогда на это не пойдут. Просто мы сами знаем Библию. Но тут ума никакого не надо. Кто-то же собрал. Спросите людей, которые знакомы. Евангелия было больше. А где остальные книги? Вот, допустим, читаем. И на зареем наречется Христос. Ибо написано у пророков. Ни у одного пророка нигде нет, что на зареем наречется. Нигде. А Евангелие Матфея об этом говорит. Иоанн Заталус говорит, не испытывай. Много евреев погубляли сами. Когда там было что-то обречающее. Иеремия 36 глава. Когда царь ножичком отрезал и в жаровню бросал куплет, который просчитали. Просчитает немного. Он до конца не дослушал. Отрезал, в огонь бросал. Но Бог сохранился. Заново повелел написать. Иеремия написал. Сжигали. Вместе с авторами. Есть такие книги судей. Книга старей израильских. Была даже такая книга апокалипсис Исаии. Их нигде нет. Ну нету нигде. Все. Из жития известно, что перу Христа, своей рукой Христос написал только одно послание. Сектанты этого тоже не знают. Потому что они без рода, без племени. У них нет истории. А история упирается 100 лет, 200. Раньше 1841 года адвентисты не могли назвать ни одного. Почему? А как они раньше у Вильяма Миллера найдут этого лжепророка? Или лжепророчество Елену Уайт? Никак. Любой, который есть. Ну, сознайтесь, когда сами себе в этом. Не передо мною. Дальше считаем. Он написал послание Христос к авгарю, царю и дескому. Если она уже помнит, что священное писание, оно не человеческое, а божественное. Матфея 5, 17, 19. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта, не предет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Старстве Небесном. И кто сотворит и научит, тот великим наречется в Старстве Небесном. Один юноша у меня в друзьях, в Мэйл.ру, и проповедует на улице, уличный проповедник. И это место он толкует, я говорю, так оно не так совсем толкуется-то. Мгновенно изменил отношение ко мне. Как правило, сразу в черный список заносят. Малейшим это означает, будет брошен в огонь вечный. Малейшее западе это блаженство, 9 блаженств. Любое нарушить, где ты будешь? Так тут написано, тут уже прямо написано в Царстве. Царство Небесном называется приход Христа судить мир. Где Христос, там Царство. Я еще ни разу, повторяю, за 50 лет, имея такое активное общение с протестантами, с сектантами всех направлений, окрасок, течений, ни разу не слышал толкования этого стиха. Они не знают. А вот оно лежит, все здесь есть, с откровением вместе. Вот оно, под рукой у меня. Я за этим гонялся в первый год, когда обратился к Богу. А покаяние мое, покаяние было у... То есть получил Библию я у пятидесятников. И впервые я получил книгу блаженного феопилакта у старобрядцев, когда наш корабль был в Клайпеде. Я как-то рассказывал. Этот приголосил меня, такая кладистая борода, а у него две девушки, а мне 24 неполных года. Я засел в комнате и не поднял глаза. Они проходят мимо, он желает меня с ними познакомить. Я забыл все, толкование. Моя душа откликается на каждую строчку. Так, я успеваю конспектировать. До глубокой ночи. Мы сегодня-завтра можем сорвать и уходим в море. И только в Новосибирске, в дальнейшем я нашел полностью. Потом я все это законспектирую, отпечатаю на машинке, и более десяти лет буду вести занятия в университетах. По блаженному феопилакту. Абсолютно неопровержимы. Он вместе собрал всех святых отцов, отдавая предпочтение Иоанну Златоусту. В основном. А потом уже я вот издал, ну по всем параметрам, вот изданный мной вариант, лучше самых хороших до этого изданных, даже в патриархии, лучше по восьми параметрам. Какая бумага. Дальше. Вот начинается каждый стих, там, во-первых, по перекопам аммония, у меня по стихам. Перекомпоновку сделали. Где бы ни открыл, сразу видно глава стих. Нужные места проповеди выделены черным, более жирным. И тут же 297 своих комментариев другим шрифтом дал. Отчеркнутое. Толковать я не толкую. Некоторые злословящие мой путь говорят, а он взялся толковать. Ни одной буквы нету. Покажите, где я толковал. Иоанн 5, 46, 47. Не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на который вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? И кто не верит моим словам, я скажу, вы не верите, написанному здесь. По любому вопросу, где бы он у вас не возник, обращайтесь к Библии и смотрите толкование святых отцов. И все разномыслия наши сразу уйдут. Само мнение уйдет. Нужно стремиться от Бога получить одно очень ценное качество, которого сатана боится. Смиренно-мудрие. Его сектанты даже не знают вообще. Такой снобизм надутый, такое превосходство. Я была, была православная и дала поклонница. Начинаешь вопросы додавать, она буквально искрит, вспыхивает. Вот вчера у меня одна такая пришла. Раздета. Вот так вот вылез у ней. Нога за ногу. Тут выше колен платье задраты. А у вас дух есть святой? А вы на иных языках говорите? Я ей показываю. Ей ничего не надо. Она не может даже прочитать. В одном слове три ошибки делает. Но она до ноздрей набита превосходством над всеми. А почему? Она уже ползает. Ползает. Она уже лаять умеет. Визжать умеет. У Бен Ихин посмотрите, что они там делают. Что у Ледяева делается? У Шаповалова. И вы туда не нападаете. Почему? На роднях. Потому что все это из одного мешка. Кто бы не был. Я беседовал очень со многими протестантами. И которые склонны хотя бы. Ну а можно один раз посмотреть-то? Все. А как мы могли вчера быть такими? Это так ясно. Любой вопрос отвечен. Ничего не надо выдумать. А как ты, Маня? А как ты, Ваня? Мы должны брать все готовое. Бог поставил в третьих учителями. Лука 11, 28. А он сказал, блаженную, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Иоанн 5, 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающие Слово Мое и верующие в пославшего Меня, иметь жизнь вечную и на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 2 Петра 1, 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые и божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Тимофея 3, 16. Все Писание Бога духовное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Иоанн 5, 39. Исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют на Мне. На 3, на папке Сатаны, Христос отвечает, написано. И Сатана ни слова не может сказать. Я тоже об этом стал задумываться. Но почему Христос разговаривает с Сатаной, но Он сам Бог, сам автор этой книги. Почему Он не сказал новое что-то, чтобы мы не потеряли авторитет к уже написанному. Он сказал написано, но этот авторитет признает и Сатана. А почему Сатана ничего не сказал? Святые объясняют, что Слово Божие прожигает его. Он не просто Сатана слышит, а он слышит тот звук неба, где он был и пал. Господь ему говорит, написано, Сатана не возразил. А еретики и сектанты возражают на любое место Писания. А то хуже Сатаны люди стали. Как можно возражать, когда написано? Православные тоже не знают, что это написано. А почему их не научили? А тут извратили. Одно-два места Писания открывают, дальше не знают. Деяние 17, 11, 12. Здешние были благомысленно фесталоникских. Они приняли Слово Божие со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. А из зеленских почетных женщин, из мужчин немало. А почему? Ежедневно разбирали. Мы тоже два раза в неделю собираемся. Идут занятия по воскресеньям. Каждое воскресенье идут занятия. Мы это записываем, выставляем в интернет. Мы не добавляем ни одного слова. Только пытаемся посмотреть, как это в жизни. Слово Божие живо и действенно. Живо и действенно. Оно сегодня как будто написано мне. И сегодня оно оживляет. Сегодня показывает пример. И дальше оно ведет, как меня довести до Старства Небесного. Кто желает больше узнать, заходите на наш сайт. Где-то у нас есть он здесь. Вот он. Писание 1 народ.ру. Посмотрите. Вот она. Просто можете в гугл зайти и зарядите. Игнатий Лапкин. Или в ютуб даже зайдите. Тоже Игнатий Лапкин запустите. Там тысячу. Шесть роликов наших. Про нас. Не чужие. Свои. Обычно щиплет куда-то. Это все наши. Попутно хотел сказать. Для всех сектантов. Ни на одном вопросе так зримо не представляется, какая бездна заблуждений. Ни в один вопрос. Они не натолкали столько заблуждений, как вопрос о тысячелетнем царстве. О воскресении 1-м и 2-м. И вот они тут вычерчивают планы. Кто воскреснет. Ничего этого не будет. Будет так, как написано в Библии. В Библии все места должны соответствовать одно другому. И ни одно место с другим не противоречить. Все сектанские толкования, одни берут узко один стих, вообще несмотря на другие. А в другом-то стихе совершенно по-другому говорится. Надо примирить все стихи. Вот Христос воскрес. Это начало тысячелетнего царства. Сатана скован. При Голгопе наступило тысячелетнее царство. А почему? Лишил силы, имеющую державу силы, имеющую державу смерти, дьявола. Евреям 2.14. И заканчивается за 3,5 года до пришествия Христа. Вот, 3,5 года. Тут больше ничего нет. Праведники, грешники все живут. Через 3,5 года, ради избранных дней сократятся, приходит Христос с неба. Церковь восхищается. Мертвы все до одного воскресают. Праведно, неправедно. Наступает страшный суд. Сатана бросил в озеро Огненное. Все, больше ничего нет. Прямая линия и отрезок 3,5 года. Слово то, что в последний день воскреснут, только так. А тысячи лет, блаженный, имеющий участие в воскресении первым, это духовное воскресение, что ты уверовал, обратился. Все на сегодня. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok